Послание Отца Абсолюта 28 декабря 2020 года. Разница интересов. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжении предыдущего послания сегодня мы с вами поговорим о взаимодействии разных коллективных сознаний в энергетическом пространстве отдельного человека, обладателя двух душ. На этот раз мы рассмотрим этот вопрос шире и не будем четко определять, какие души соседствуют друг с другом, поскольку на Земле встречаются самые разнообразные неожиданные сочетания душ в физических телах. Дело в том, что не только человеческие души выбирают опыт сосуществования в одном теле с душами представителей других цивилизаций, и порой обе такие души относятся к низковибрационным цивилизациям. Каков же принцип взаимодействия двух душ в одном теле? Вынужденные находиться в одном энергетическом пространстве, каждая из соседствующих душ пытается извлечь из такого положения собственные уроки и выгоды, и чаще всего в ущерб другой душе. Идет постоянное перетягивание каната в свою сторону. Чтобы вы лучше поняли, как это происходит, рассмотрим такой пример. Предположим, что человек, обладатель двух душ, человеческой и низковибрационной, смотрит передачу или читает книгу духовного содержания. Его божественная душа жадно впитывает эту информацию и пытается сделать все для того, чтобы она максимально повлияла на человека и направила все его мысли, эмоции и поступки в духовное русло. Она начинает взаимодействовать с ангелом-хранителем человека, призывать на помощь его духовных проводников с тем, чтобы те помогли сотворить на физическом плане благоприятные условия для дальнейшего продвижения этого человека по пути света, одновременно наполняя его энергиями высоких вибраций. А как же ведет себя в это время его вторая душа, например, рептилоидная или орионская? И та, и другая будут делать все для того, чтобы ввести человека с духовного пути. Для этого рептилоидная душа призовет на помощь астральных сущностей, которые, проникнув в энергетическое пространство этого человека, будут уводить его мысли как можно дальше от духовных аспектов, загоняя их в чисто материальное русло, тем самым понижая его вибрации. Орионская же душа, более продвинутая и технократическая, будет пытаться посеять в человеке сомнения и требовать научных доказательств, убеждая его в том, что без них все разговоры о духовности пустые, ничего не значащие слова. И здесь очень многое зависит от окружения этого человека, который может принять участие в перетягивании каната уже на физическом плане. Если это светлые, чистые души, то своей энергетикой и моральной поддержкой они помогут его человеческой душе победить соседствующего с ней дракона, а порой и выселить его окончательно из их общего физического носителя. Если же этого человека окружают материальные, бездуховные люди, которые высмеивают все его благие порывы и духовные устремления, то вполне возможно, что победит его вторая, низковибрационная душа, получившая извне подпитку своими родными низковибрационными энергиями. Именно поэтому, родные мои, так важно вовремя увидеть и распознать тех, у кого есть потенциал выйти на путь света, но кому нужна ваша помощь и поддержка, дабы обрести уверенность в себе и не зависеть больше от чужого мнения, научившись слушать столько свою божественную душу. И поскольку таких двуликих, в прямом смысле этого слова, людей на Земле очень много, переход Земли в Пятое измерение максимально растягивается во времени, давая каждому обладателю двух душ шанс освободиться от второй низковибрационной души и поучаствовать в этом невиданном доселе грандиозном эксперименте вознесения в своем физическом теле. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерный Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения.